По прогнозам синоптиков сильных снегопадов в Копейске в ближайшее время не ожидается. В начале недели шел лишь небольшой снег. Но даже незначительные осадки могут ухудшить дорожную ситуацию. Проезжую часть перепорошила, автомобилистам стало сложнее ездить, особенно тормозить. Коммунальщики на изменения погоды отреагировали быстро. При первых же осадках на улице города выехало 8 единиц снегоуборочной техники. Снегоуборочная техника работает в городе и на поселках уже с самого утра. Мы, например, одну из таких машин увидели на улице Ленина. Трактор щетками здесь очищает пешеходную зону. Даже небольшое количество снега с дорог и тротуаров важно убрать вовремя. Справляются ли с этой задачей коммунальщики, мы решили узнать у горожан. Чистят в этом году, стараются, хорошо. У снега мало, снега надо побольше. Все нормально убирают, хорошо. Лучше стало, чем было раньше. Ой, так еще снега-то не было особо. Но вообще, мы же в центре здесь, здесь всегда чистят хорошо. Поэтому мы здесь работаем каждый год. Я езжу уже сколько лет, чистят хорошо снег здесь в центре. И весной особенно тоже. Мы живем прямо, окна выходят на фонтан. В принципе, у нас всегда убирается снег. Вы знаете, недавно были в Уфе, там совершенно не убирают снег. Вообще такого нет. У нас, я думаю, достаточно хорошо. Я живу на Рамызе, и если сравнить с Копейском, то мне кажется, что на Рамызе похуже. Чистят снег. Хотелось, конечно, чтобы все было так, как надо. Едешь и просто дети идут в школу, все в снегу. Затем, чтобы дороги города всегда были чистыми и безопасными, снегоуборочная служба следит круглосуточно. Сегодня вышел небольшой объем техники, потому что снегопад не сильный. Ну, убираем, места торможения подсыпаем песко-сольной смесью, прометаем тротуары, местами разворотные площадки, подходы к пешеходным тротуарам, площади, по которым пешеходы идут. Ну, вот в основном, да. Сейчас ближе к вечеру после обеда сработает песко-сольная смесь, начнем убирать шугу с дороги, сметать тоже со всей проезжей части. До конца декабря заниматься уборкой дорог и тротуаров города будет продолжать организация «Челяб-Облдорстрой». Останется ли этот подрядчик работать и в следующем году, выяснится в январе.